Привет, друзья, дорогие партнеры! С вами Владимир Лозенко, это канал Фабрика Кракасов, компания Донстройтехнологии. И сегодня я хочу рассказать про интересный объект, который, возможно, во время развития нашей страны будет очень актуален. Это модульные сельские клубы. Да, мы участвуем в таких программах, разрабатываем технические задания, занимаемся проектированием и изготовлением конструкций для строительства таких сооружений. Сельский модульный клуб, он может быть различных мест, зависит от тех заданий, от 70 до 500 посадочных мест и включает в себе различные помещения, именно те, которые местный заказчик утверждает в техническом задании. Один из таких сельских клубов мы построили в Ростовской области. Это был 2017-2018 год. С нашим подрядчиком выполнили такой контракт за 60 дней. 300 квадратных метров, 70 посадочных мест, актовый зал, сцена, гримерки, ну то есть все, что должно быть по сценарию. Значит, это здание было выполнено по технологии утепления базальтовым утеплителем. Все это проходило как модульное здание инвентарное. На учет, на балансе, как я уже говорил, эти здания ставятся как особо ценное движимое имущество. Сначала был выполнен фундамент, произведен и смонтирован каркас, выполнена облицовка композитными панелями. Крыша здесь особенно, надо сказать, что это фермы, рассчитанные под нагрузку на большой пролет отдельно стоящих на пилонах. Мы были вынуждены в актовом зале поставить пилоны, чтобы выдерживать такую нагрузку. Сверху был смонтирован профилированный настил, базальтовый утеплитель и сверху была смонтирована полимерная мембрана, то есть кровля ПВХ, так называемая. Полностью здание соответствует второй степени огнестойкости, так как это здание для общественных мероприятий, это вторая степень огнестойкости. Более того, это здание прошло экспертизу, была признана отдельная компания, которая проходила экспертизу. Мы поставляли эти расчетные нагрузки, снеговые, ветровые, в софты, в программные, сертифицированные, которые проверили непосредственно расчетную нагрузку нашей конструкции, проверили, соответственно, пожарные сертификаты, протоколы, выдали вторую степень огнестойкости этих зданий, прикрепили это все в паспорт и передали муниципалитет тому заказчику, который заказывался. Стоимость конкретного решения 7 миллионов рублей, она, конечно, варьируется в зависимости от вашего техзадания, если это модульный детский садик, ну, садики тоже были, если это модульный сельский клуб, то это, соответственно, на 300 мест может быть дороже, ну, не в пропорции, ну, там определенных параметров стоит, надо высчитывать. Поэтому, ребят, если у вас есть такие задачи, строить сельские модульные клубы, вы знаете, к кому обращаться, мы поможем вам разработать правильное, корректное техническое задание, поставить комплект либо каркаса для самостоятельного строительства, если вы выиграли такой контракт и являетесь исполнителем генподрядчиком, либо мы можем прийти к вам на СУП подряд, либо можем, в принципе, если вы являетесь представителем администрации, прийти в ваш регион и поучаствовать в контракте на строительство таких вот замечательных сельских клубов. По мне, так получилось довольно-таки симпатично. Да, нас часто очень ограничивают в архитектурных решениях, это связано с ограниченным бюджетом или связано с тем, что нас зовут уже на те контракты, которые уже были кем-то до этого разработаны. Поэтому, ребят, у меня предложение. Дайте нам возможность разработать правильную, красивую форму, архитектуру сельского модульного клуба, и вместе мы с вами сделаем гораздо симпатичнее строение, которые будут радовать не только наши города, но еще и, может быть, ваши села. С вами был Владимир Лозенко, Фабрика Каркасов. До встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok